Валентина успела воспользоваться новой микроволновой печью всего два раза. Несколько дней назад напряжение в сети достигло 260 вольт, и она сгорела. То же произошло с чайником. Хозяйка говорит, даже стабилизаторы не выдерживают скачков. Их меняли уже трижды. Напряжение может быть 150, 160, 220, 240, 280. И вот так. Только цок-цок-цок-цок-цок. И боишься, думаю, ну вы понимаете, что ли. Жители улицы рассказывают, что часто электричество просто отключается. В последний раз это произошло в начале недели. Тогда к испорченной технике прибавляются и продукты. В 4 утра уже не было электроэнергии. И включили, в 3 часа включили на 10-15 минут. А потом опять выключили, включили уже постоянно 10 минут пятого было вечера. Жители говорят, что последние несколько лет проблемы с электричеством вся улица испытывает регулярно. Зимой выходят из строя электрические отопительные котлы. А в прошлом году в одной из квартир из-за высокого напряжения сгорела сразу вся бытовая техника. Люди утверждают, что неоднократно звонили в РЭС. Но эта ситуацию не исправила. У нас может 2-3 дня даже здесь света нет. Бывало у нас такое, что 3 дня не было. В зимний период мы оставались без отопления. Оставались без отопления. Неоднократно я ездила лично в энергосвет. В районных электросетях комментировать ситуацию не стали. Посоветовали обратиться в городские. В Донецких электросетях сразу предоставить информацию по проблеме улицы Куприна не смогли. Говорят, что жители официальных запросов не делали. А для того, чтобы собрать все необходимые сведения, нужно время. Обещали уже на следующей неделе устроить проверки и разобраться с ситуацией. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Панорама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова